Через это сочное топливо подается в первую камеру. В первой камере происходит первая стадия окисления топлива. То есть опила, которая сюда поступает, здесь за витрением начинает разгораться. Температура где-то здесь около 670 градусов. Пойдем на вторую камеру. После определенного количества времени топлива переходит во вторую камеру. Но они походу идентичные, да? Они идентичные, процесс то же самое. Такой же процесс завихрения, частицы все находятся в извешенном состоянии. После определенного времени все топливо и вся эта смесь вступает в последнюю камеру. Это регулятор воздуха, да? Да, это регулятор воздуха. Именно с помощью их частицы поддерживают в извешенном состоянии. Вихревой газогенератор. Соответственно, вихревые процессы там. А к третьему барабану? Вот, после поступает в третий, где уже на заключительной стадии происходит отделение всех золы. И уже непосредственно с этой камер выходит газ. Понятно, что там частицы золы присутствуют, самые мелкие. Так, зольник. Зольник, да, вот. Отсюда происходит выгрузка золы. Прямо с интервалом, в этом процессе наладки. Она автоматически будет? Она автоматически будет. С интервалом 15 минут, там, минуты работы. Ну, все зависит еще от золицы топлива. Посмотрите, подачу воздуха. Подача воздуха на сколько он стоит? На 11 тысяч паскалей. А движок на киловатт на сколько? Движок 5,5 кВт. Ракушка 20, да? Ну, нет, ракушка 11. Единственных паскалей, а производительность, не скажу, по-моему, 40 кубических. Да, для приборов. Можешь я еще дергать? Вот, смотрите, убери. И пойдем за шнек сейчас расскажешь. Да, вот так вот, да, что-то мне не дошло до меня. Ну, шнек... Вот, примерно, вот, смотрю, движок сейчас поставили. Вот, сейчас поставили. Да, 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 на нем будет стоять частотник. А. С разыгровкой, ну, в том, мы могли регулировать количество оборотов. Угу. Изначально, ну, количество оборотов, когда ты будешь запускаться, тебе нужно, ну, определенное количество топлива загрузить. Потому что, если на полномочий случае, там, по-моему, 30 оборотов в минуту получается, это будет много. Топливо поступает из бункера, там стоит смеситель, он его постоянно перемешивает. То есть, ну, топливо, чтоб не осело. Когда он поступает сюда, шнек ее набивает, там стоит специально пружина, ну, как бы, создает давление, чтобы газы, которые в газогенераторе, не уходили обратно. Ну, вот, наверху, там, какие-то мышцы. Здесь еще будет старая секция, сверху устанавливается. У нас общий объем какой будет? Ну, общий, исходя из его расхода топлива, тонных в час. Ага. Ну, смотря на что, чем будет топить. Там насыпная плотность опилы, насыпная плотность. Лукбой, наверное. И всего, скорее, будет топить семечки. Пойдем еще в горелку, посмотрим, загну, видео сделаю. Понятно. У нас вот с горелочкой. У них все очень весело. Горелка на низкие, а средний будет приходить.